На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему тексты из Апокалипсиса не читаются в храмах во время службы? Обычно, когда мы говорим о книге Откровения Иоанна Богослова, мы слышим такого рода объяснения, что ввиду особенной сложности, особенной аллегоричности данного текста, его восприятие на слух чрезвычайно затруднено, поэтому, как правило, в рамках богослужебного круга этот текст не используется. Нужно заметить, что такого рода объяснение далеко от истины. В каждом христианском поколении внимание к Апокалипсису особенное. В отличие от тех текстов, которые описывают уже произошедшие события, и в этом смысле описывают то, что стало достоянием истории, Апокалипсис претендует на пророческий статус и, соответственно, говорит о событиях, которые имеют место случиться и случиться относительно вскоре. Поэтому каждое христианское поколение ассоциирует свой период жизни, свое время с временем предапокалиптическим, что если не сегодня, то точно послезавтра начнутся все те события, которые описаны в данной книге. С этим тезисом нужно быть, конечно, предельно осторожным. По той простой причине, что ранняя церковь в свое время уже так достаточно серьезно ошиблась в своих ожиданиях. Пример тому мы видим в книге «Деяний», когда иерусалимская община рассчитывала, что второе пришествие Христово случится прямо в период ее жизни, в период жизни ее нынешних членов. Поэтому они просто продали имущество, сложили в общую кассу и решили, что этих денег хватит до того момента времени, пока Христос явится в славе. Практика показала, что нет, этих денег не хватило, и апостол Павел далее в рамках своих миссионерских путешествий регулярно собирает средства на поддержание иерусалимской общины. Почему же за богослужением все-таки этого текста не звучит, при такой его важности, значимости и такой регулярной актуальности для каждого христианского поколения? Мысль проста. Новозаветный канон формируется в несколько этапов. То есть тот список из книг, которые мы знаем с вами сейчас в рамках оглавления Библии, где мы видим 27 книг Нового Завета, сформировался далеко не сразу. Некоторые из текстов, такие как, например, «Четыре Евангелия» или «Книга Деяний» или «Больший объем Павловых посланий» входили в этот канон буквально сразу по факту написания. То есть относительно них ни у кого из ранних христианских авторов мы не встречаем никакой дискуссии. Однако есть ряд текстов, чье вхождение в канон было достаточно сложным. Среди них, например, «Послание к евреям» апостола Павла и «Апокалипсис» и «Анна». «Послание к евреям» долгое время не входило в канон в церкви западной, или, правильно сказать, в западных церквях. Апокалипсис не входил в канон в абсолютном итоге примерно до IX века на Востоке. Поэтому, собственно, мы, кроме всего прочего, не видим толкований на апокалипсис ни у кого из классиков христианской экзегеза, ни у кого из святых отцов. Андрей Кисарийский здесь, пожалуй, исключение, которое только подтверждает правила. Ни Ориген, ни Златоуст, ни, например, Феодорит Кирский, ни какие-либо другие церковные авторы, протолковавшие огромный библейский объем, не удостаивают вниманием даже цитаты из «Апокалипсиса», не говоря уж полновесного текста. Связано это было с большими сомнениями в авторстве данной книги. То есть до IX века систематически осмысливался вопрос о том, кем является тот Иоанн, который написал данный текст. Действительно ли это тот самый возлюбленный ученик, который является автором Евангелия от Иоанна и, соответственно, корпуса Иоанновых посланий? Или же это какое-то совершенно иное лицо? И, соответственно, с какой мерой и степенью мы можем ему доверять? Когда на этапе IX века Апокалипсис все-таки абсолютно однозначно и плотно вошел в христианский канон, к этому времени цикл богослужебных чтений был уже вполне сформирован. То есть Апокалипсису просто не нашлось места в той разбивке по богослужебному календарю, которая осуществилась к тому моменту времени. Поэтому, собственно, Апокалипсис не занимает какого-либо места в рамках нашего богослужебного цикла. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.